Музыка Всем привет! Привет! Вы на канале Элизабет Букс и добро пожаловать во второй влогмасс прошлого влогмасса. У меня прошло не так уж и много времени, у вас, конечно же, побольше. И сегодня я бы хотела взять вас на прогулку в торговый центр, посмотреть, как там всё украшено к празднику, в целом, как дела обстоят. На улице у нас настоящая снежная сказка. Поговорим о том, что я читаю сейчас. И ещё я бы хотела показать вам свой ежедневник, атмосферные развороты на декабрь и часть января, которые я оформляю различными стикерами. Так что влогмасс планируется достаточно обширный. Заваривайте себе кофе, какао или любой другой горячий напиток, и мы приступаем. Но сперва парочку слов хочу сказать о книге, которую читаю сейчас. Это Розамунда Пилчер и её «В канун Рождества». Я уже на 250-й страничке, это где-то половина, чувствую, на этих выходных я книгу дочитаю. История связывает вместе нескольких людей, их судьбы, их жизненные истории. И так получается, что каждый из них перед Рождеством оказывается в некой затруднительной ситуации. У нас есть и родственники, и люди, которые не связаны никак пока что между собой, но я чувствую, что все линии повествования в итоге в конце будут связаны. Из героев у нас есть Элфрида, пожилая актриса театра, которая уже давно на пенсии и хочет провести последние годы жизни где-то в тишине и уюте. Оскар, человек, которому я не хочу спойлерить происходящее. С ним вы сами всё узнаете по ходу повествования. Кэрри, племянница Элфриды, которая тоже оказывается в непростой жизненной ситуации, и ей на плечи ещё сваливается племянница. И Сэм, молодой человек, кореист, которому совсем недавно предложили огромный проект, и он должен этот проект взять под своё руководство и возродить буквально с нуля большое производство. Я накидала вот такие удочки, за которые читателю проще всего зацепиться, но на самом деле я советую вам подходить к этой книге, не зная ничего абсолютно о сюжете, так вы больше будете погружаться в мир персонажей, в их переживания, их эмоции. И пока все сюжетные линии мне безумно интересны, от этой книги так и веет каким-то холодом, но вместе с тем теплом, исходящим от камина, каким-то предчувствием чего-то волшебного, какого-то переломного момента в жизни людей. И, конечно же, это очень сильно похоже на мою любимую Фенни Флэк, и в целом на такие уютные истории, в которых хочется оставаться подольше, не вылезать от этого уютного пледа. Вот даже на половине книги у меня уже очень много эмоций, очень много впечатлений, и я жду, что же там будет дальше. А сейчас, пока у нас есть свободная минутка до выхода, я предлагаю вам посмотреть, что же там происходит с моим ежедневником. Мой ежедневник выполнен вот в таком голубом цвете, мне он очень нравится. Мало того, что подходит к зимней атмосфере, так еще он очень приятный на ощупь, его приятно держать в руках. И я уже показывала как-то свой ежедневник с дверью дома Шерлока Холмса. Его я использовала где-то в 10-11 классе. Он тоже был суперски красивым. До сих пор лежит у меня. Я все ежедневники не выбрасываю, сохраняю. Возможно, они когда-нибудь мне снова понадобятся, но я безумно люблю различные блокноты и не могу стоять перед чем-то красивым. Ежедневник я заполняю примерно вот в таком формате. То есть есть квадратики, куда я по дням недели записываю различные дела. И вот этот разворот у меня остается на какую-нибудь дополнительную информацию. Например, тут вы можете увидеть план видео на месяц. Но этот приблизительный план, он может меняться. Очень люблю оформлять ежедневники различными стикерами. Например, вот эта неделя, прошлая неделя у меня выполнена в стиле таком более оранжевом, более теплом. Тут желтые тона, тут белочки, тут лисицы. Два предыдущих разворота я не стану вам показывать, так как там небольшие спойлеры для тех людей, которым я готовлю подарки. Не буду рисковать, не буду испытывать судьбу. Вот последняя неделя декабря. Это последний разворот, который я заполняла. И он у меня выглядит приблизительно так. Еще нет никаких планов, нет никаких дел. Тут я буду отмечать все прочитанное в декабре и в целом зимой. Спойлер к лучшим книгам года и к итогам года. Это все, что мне нужно для университета. Тут опять же расписание сессий, зачетов экзаменов, работы, которые мне необходимо сдать. И в целом я вот в таком стиле планирую и дальше, и в 2022 году ввести ежедневник, заполнять его. Он у меня достаточно объемный, тут очень много страничек, и его по-любому хватит надолго. У меня несколько видов стикеров. Это вся продукция от Умкиной берлоги. Впервые об этом бренде я услышала от Юли Букс Раундми. Она как-то показывала то ли в Влогмассах, то ли в прошлом году, то ли в этом. Свои стикеры, различную продукцию от Умкиной берлоги. И я наконец решила попробовать, что же это такое. У меня есть тут три набора. Это наборы, состоящие из четырех карточек, на каждой из которых разные рисунки, разные стикеры. В целом вот эти наборчики на Валберес мне достались по 150-140 где-то так рублей. Я считаю, это очень приятные цены. У меня тут наборы уже немного поредели. Например, вот этот с новогодней антрибутикой. Я им отформляла уже развороты ежедневников. Вот это с зимними домиками в различных причудливых формах. Набор со зверушками. Мне он безумно нравится по цветовой гамме и по тем зверушкам, которые тут есть. Я не все еще использовала, но они точно пойдут в ход. И у меня есть вот такой вот стикер, который мне недавно подарили. Я не знаю еще куда его пристрою, но чувствую в какой-то книжный разворот или возможно на будущие планы на 2022 год. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Смотря на мое красное от холода лицо, вы можете понять, что я уже приехала, уже дома. И наглядный пример, как кудри не выдерживают зимнего холода, шапки и всего остального. Я сделала укладку и сейчас у нее осталось очень немного, но в торговом центре все очень и очень красиво украшено к празднику. Я обожаю такую атмосферу, мне нравится смотреть на украшения, на какие-то интересные подарки, на все витрины, которые тоже украшены к предстоящему торжеству. Там очень много интересных подарочков, необычные вещички, которые буквально все хочется скупить. Но ничего такого интересного я сегодня себе не приобрела. Возможно, в следующий раз мне повезет больше. И вот такой небольшой влог нас ждал вас сегодня. С 20-го числа я думаю уже регулярно выпускать влог нас и больше рассказывать о том, что я читаю, больше показывать сам процесс чтения, потому что первое и вот это вот видео, они были больше такие ни о чем и обо всем. Я делала небольшие вставки, чуть-чуть рассказывала о том, что читаю, чуть-чуть показывала какие-то некнижные вещи, но нужно уже возвращаться в более книжную, более привычную среду. Обязательно оставляйте свои комментарии, как вам влогмассы, любите ли вы этот формат, вообще заряжаетесь ли новогодним настроением. Я знаю, что у многих оно до сих пор не активировалось, и люди ждут, не дождутся, когда же, когда придет вот это волшебное чувство. У меня его в избытке, поэтому я делюсь им с вами. Ну а на сегодня все, с вами, как всегда, была Элизабет Букс, увидимся мы совсем-совсем скоро уже в новых видео, и всем пока-пока!